Привет, меня зовут Кристина и я новая спечённая мама, прям как пирожок из птички. Расскажу про путешествие в положении, где с половиной минуты видео, enjoy it. По поводу второго триместра, когда я была у врача на 20-й неделе, она знает, что я люблю путешествовать, она меня спросила, собираешься ли ты путешествовать? Я говорю, да, вот сейчас мы на неделю летим. На что врач мне ответил, что это самое идеальное время, чтобы путешествовать. Говорят, что во время второго триместра женщина чувствует себя прекрасно. Вот что я заметила, что достаточно значительно отличает обычное мое путешествие от путешествия в положении. Трудновато много ходить. Например, мы вчера были в Сиэтле, и мне достаточно трудно подниматься в гору и спускаться, и снова подниматься. У меня начинается одышка, и заколол даже бок немного. Такая мелочь. А так, путешествовать беременнейшом, это вообще прикольнее, наверное, даже. Врач мне сказала, что положительные эмоции мамы очень благоприятно влияют на то, какой ребенок развивается. То есть, если вы во время беременности нервничаете и ходите такая заведенная, то ребенок все это перенимает. Теперь по поводу путешествий. Все противники путешествия, если вы действительно себя чувствуете хорошо, то почему бы вам, например, не путешествовать вот в такой красоте? Представляете, какие эмоции я испытываю, и какие эмоции при этом испытывает ребенок? Причем интересный факт, что если я, например, вижу какую-то гору, и прям... У меня ребенок начинает прям толкаться. Типа я тоже испытываю эту эмоцию. Я сейчас на 21 неделе, живота еще... Нормально уже. Единственное, что порой трудновато с туалетами, потому что если вы путешествуете, вы находитесь в машине, нужно каждый час разминать ноги. Ну и не только ноги. Нужно разминать все. И в туалет, соответственно, раз в час всегда можно остановиться. Но это того стоит. Это так интересно. Мы путешествовали на 6 неделе, летали в Техас. На 12 неделе мы летали в Огайо и Пенсильванию. Ну и вот сейчас на 20-21 неделе мы в Вашингтон-стейт. Вот, еще одна штука. Я иду по обычной дороге. Это называется типа трейл, но он на самом деле не трейл, потому что даже дорога заасфальтирована. И наклон этой дорожки небольшой, а я уже запыхалась. Но если идти медленно, то нормально. То есть у меня вообще в принципе нормально, я себя хорошо чувствую. Все здорово. Но то, что порой ты не совсем контролируешь свое тело, это, конечно, ой-ой-ой. Нужно останавливаться и разминаться. Многие говорят, что ой, из детьми не путешествуешь. Я не знаю, как будет у нас. Я надеюсь, что мы с малявкой нашей сможем путешествовать. Что у нас будет спокойное и хорошее. И будет себя хорошо вести. Но я знаю много людей, кто путешествует с трех месяцев с ребенком. И нормально. Опять запыхалась. Кстати, иду, рассказываю про детей. Вот, пожалуйста. Два ребенка в рюкзаках. И нормально. Потому что этот вид, come on, он того стоит. Олимпарк, штат Вашингтон.